Вы слушаете Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушатели, все, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что у нас вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком. А «Зелёная лампа» – это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, и наша гостья помогает нам включать сегодня «Зелёную лампу», публицист, специалист в сфере красоты Татьяна Даугстен. Татьяна, добрый день. Привет всем. Как нас слышите? Мы по зуму сейчас разговариваем. Мы сегодня включаем «Зелёную лампу», чтобы помочь маленькому мальчику, ему 4 года, и зовут его Егор. И проблема у ребёнка такая, об этой проблеме мы говорим всё чаще и чаще, к сожалению. То есть у Егора, диагноз Егора – аутизм. И что с этим делать, как с этим быть, как жить вот с таким диагнозом, как можно помочь ребёнку, мы сегодня будем говорить и с Татьяной, потому что она тоже мама ребёнка с аутизмом. И очень много делает полезного и рассказывает. Татьяна – человек с очень активной жизненной позицией, скажем так. Это уж точно. Да, и в последнее время можно даже сказать, что вы занимаетесь общественной деятельностью, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме деток с аутизмом и к тому, как у нас в государстве обстоит ситуация. Тот малыш, которому мы помогаем, ему нужно… Мама обратилась за помощью, потому что ему нужно оплатить курс ABA-терапии. ABA-терапия – это то, что… Или АБА-терапию, так и так называют. Да, то, что действительно помогает этим деткам. В этой семье ещё двое детей. Вот представляете, у мамы есть старший мальчик и девочка 7 и 12 лет, а Егор 4 годика. И у Егора есть эта проблема. И у нас сейчас в очереди стоят просто несколько семей, которые обратились с очень такими острыми просьбами помочь им оплатить вот эту терапию для деток-аутистов. Потому что конец года, и фонд детской больницы, который помогает детям оплачивать такую терапию, исчерпал свои возможности. Он отказывает всем, ставит просто на очередь. И родители надеются, что со следующего года что-то изменится. Вот об этом мы хотели поговорить с Татьяной, потому что она в теме у нас. Можно я только напомню наш телефон, да, сразу в начале программы. Телефон зелёной лампы 9300-6384, евро 42 цента за звоночек. Этот звоночек полетит в помощь маленькому 4-летнему мальчику Егору, чтобы он получил годовой курс аботерапии. Это то, что очень помогает ему уже конкретно. Вот первый курс он прошёл, они сами оплатили это всё, семья сама оплачивала, искала возможности. И уже есть прогресс. Мы чуть позже об этом расскажем. Но вот нужно продолжать, нельзя ни в коем случае останавливаться. Таня, скажите, вот лично ваша какая-то мотивация? Вот почему вы решили заниматься общественными инициативами, которые связаны с проблемами детского аутизма? Я поняла вопрос. Ну, начнём с того, что я вообще такой неравнодушный человек в жизни, с самого детства. Но самая главная моя мотивация – это мой сын. У меня есть сын, его зовут Матвей, ему 3 года, и у него диагноз расстройство аутистического спектра. Ну, или аутизм, как мы уже привыкли называть. Данную проблему. И, разумеется, меня беспокоит общество, в котором он будет жить. Да, во время моей ещё жизни, после меня в особенности. Но, однако, меня это беспокоило бы в любом случае, есть у него диагноз или нет. Я думаю, что каждый из нас, кто является родителем, думает об этом. И это правильно, надо думать, надо делать. Также, ну, тут уклон ещё больше про принятие понимания обществом таких людей, у которых есть какие-то особенности, какие-то отличия от норматипичных людей. Также я очень сопереживаю другим родителям, таким, как я, потому что на самом деле это очень непросто. Это огромный труд. Вот вы, например, те, кто ходят на работу, кстати, мы тоже можем об этом поговорить, потому что большинство родителей, у кого есть такие детки, они не работают. И на это есть причины. Но вот те, кто ходят на работу, понимаете, как... Пустила мысль, я дико волнуюсь, очень извиняюсь. Да, какой был вопрос. Ваша личная мотивация, почему вы решили заниматься, ну, как громко об этом говорить? Ну, мы говорили об отношении общества к этим проблемам, потому что не понимают просто люди, хотя всё больше и больше таких случаев, и очень... Вот у нас за 6 лет существования зелёной лампы, я уже не знаю, сколько раз мы об этом говорили, у нас была и Ирина Левичева неоднократно, и другие специалисты, и психологи, и мы говорим об этих проблемах, но все родители жалуются, что вот они выходят гулять с ребёнком и получают замечание вслед, что ребёнок у вас не воспитан. Да, да, такое бывает. Я сама лично с этим не столкнулась, но пока что в таком агрессивном, наверное, виде я не столкнулась, но я сталкивалась немножко с другим. Это взгляды. Это взгляды, оценивающие меня, ребёнка, почему он так себя ведёт. Вот, на рожу никто не лез пока что, но вообще это происходит, да. То есть могут абсолютно беспардонно подойти и сказать «закни своего ребёнка». Ну вот прям так, да. Я о таком слышала, и немало таких историй, к сожалению. Но вот это и хочется поменять. И, как мне кажется, это происходит больше из-за того, что общество не информировано. Отсутствие информации совершенно. Да, люди не знают, что такое аутизм. Понимаете, как получается, что когда мы чего-то не знаем, нам страшно. И, соответственно, в страхе реакция она какая? Это агрессия или это равнодушие. Но что-то явно не позитивное, не положительное. А когда ты знаешь, тогда ты понимаешь, принимаешь. Соответственно, у тебя реакция адекватная, нормальная, без вот этих всех негативных проявлений. Таня, а вот с точки зрения мамы, да, вас как мамы, вот вы узнали об этом диагнозе. Вы же тоже, наверное, немногое знали на тот момент об аутизме. Конечно, немногое. Как вот это приятие. Вот сейчас нас многие слушают, родители, для которых это важно очень. Как добиться в себе самом вот этого приятия ситуации? Это же очень сложно. Очень. Мне кажется, что я до сих пор еще в стадии принятия нахожусь, так или иначе. Конечно, уже намного легче, намного проще. И спасибо огромное за это в первую очередь моему мужу. На самом деле, нет, даже ребенку. У меня замечательный малыш. И он своими какими-то проявлениями, нежностью, лаской, заботой. У него уже даже это проявляется. Он меня поддерживает. Муж, спасибо семье огромное. Спасибо друзьям всем неравнодушным. Очень сложно принять. И, вы знаете, я скажу откровенно. Это, наверное, такой вопрос, который ты будешь принимать всю жизнь. Есть такое состояние, что сложно смириться. Сложно смириться. Потому что я, когда была совсем молодой, я представляла свою жизнь иначе. Я представляла свое материнство иначе. Это сложно принять. То есть, будем реалистами. Это такой процесс, который никогда не прекращается. Но другой момент, что нельзя в этом застревать. И когда так происходит, надо обязательно просить помощи. Нельзя в этом закрываться. Обязательно нужно просить помощи. Найдите чьи-то уши. Это муж или это подруга. Или это психотерапевт. Если есть на это средства. Хотя с мужчинами, конечно, вообще это тоже такой вопрос отдельный, сложный. Потому что очень многие мужчины, папы, они уходят из семьи. Когда узнают, что есть такой ребенок. Когда понимают это все, когда узнают. К сожалению. Таких случаев очень много. То есть, я знаю очень многих мам, у которых есть дети с расстройством аутистического спектра. Они, к сожалению, борются в этом всем одни. То есть, отцы уходят и все, они забывают. А какие-то вот как-то объединяются вот эти мамы? Есть у нас много у нас таких вот групп, каких-то обществ? У нас есть группы, да. У нас есть группы, но это все в дигитальном таком формате. Чтобы кто-то прям встречался, были какие-то комьюнити в таком значении. У нас, к сожалению, нет. Но я думаю, что тут больше вопрос менталитета. Мы привыкли жить так, что на дистанции. Или моя хата с краю. Я не хочу к себе близко очень сильно подпускать. Я думаю, что это надо менять, потому что, опять-таки, одной очень сложно. Один в поле него. Надо объединяться. Тем более матерям-одиночкам. Объединяться, гулять вместе, встречаться, обсуждать что-то, поддерживать, делиться опытом. Потому что кто-то... Понимаете, как у всех же, помимо самого диагноза, вроде один диагноз. Но есть разные какие-то проблемы. Абсолютно. Абсолютно. Нет похожих. Все дети разные. Есть похожие. То есть, вот, например, я что-то знаю, я могу поделиться. А другой что-то не знаю. Вы понимаете, да, как это работает. То есть надо общаться, надо разговаривать. И одним фейсбуком, к сожалению, этого не хватает. Есть также периодическая поддержка. Я не знаю, насколько сейчас это все будет. Но была, по крайней мере, периодическая поддержка, когда, по-моему, это самоуправление оплачивало. Или это были деньги Евросоюза, я точно не скажу. Но я извиняюсь, у меня тут гости. Ух ты какой. Когда, да, это вот моя любовь. Моя любовь. Как зовут? Еще один мой юный девочек. Еще один мой ребенок. Для тех, кто не смотрит сейчас, а просто слушает, мы говорим, что пришла очень красивая кошка. Кошечка. Кадр. Да. Да, в кадр. Те, кто сталкиваются, у кого есть в ближнем окружении, да, такие семьи, те понимают, о чем идет речь. А вот как бы вы сказали, ну, вот что такое вот ребенок-аутизм? В чем, собственно, проблема? Если ДЦП, мы понимаем, что там может ребенок оказаться в инвалидной коляске, да, что он не может самостоятельно ходить, потому что двигательные функции. Вот аутизм. Расстройство аутического спектра. Сложно, конечно, объяснить какую-то одну фразу, но я постараюсь сейчас своими словами объяснить. Ну, да, своими словами пример. Примеры какие-то, с которыми вы сталкивались или в вашем окружении такие же мамочки? Да, да. Я давайте сначала сделаю упор на своего ребенка и, может быть, еще какие-то другие примеры приведу. Мой ребенок в своем мире находит. Ему там так комфортно и хорошо, что он не хочет оттуда выходить. То есть это проблема с коммуникацией, это проблема с социализацией. Да, ему надо заинтересовать прийти сюда, в эту реальность и пообщаться. Ему не хватает этой мотивации, ему там хорошо. То есть это, ну, если так грубо, да, описать. То есть, если срезюмировать, это проблема социализации и коммуникации. То есть это как? Отстраненность такая. То есть ребенок, вот многие говорят, это, знаете, как какой-то инопланетянин, да? Да. Нельзя сказать, что он вот какой-то там плохой или ненормальный, он просто другой. Он просто другой. Если кто-то смотрел замечательный, очень трогательный фильм, который называется «Человек дождя», вот это очень-очень-очень схоже. Но с другой стороны я хочу подчеркнуть, что аутизм тоже бывает разный. И тот человек, которого там показали, да, этого героя «Человек дождя», это многофункциональный аутизм. Почему многофункциональный? Потому что есть аутисты, которые не разговаривают вообще. А там человек все-таки коммуницировал, он говорил, но говорил очень странно, как-то некомфортно для других окружающих его людей. То есть это очень по-разному проявляется. У меня Матюша в принципе выходит на коммуникацию, он разговаривает, он пытается как-то изъясняться. Но, например, он не всегда может сформулировать какую-то просьбу. И проблема заключается в том, что иногда даже нет указательных каких-то жестов, вообще нет жестов. Вот это невербальное общение, тоже его нет. То есть он что-то хочет, он просто может включать. Да, и это довольно-таки трудно. Вот представьте, каждый день тебе нужно гадать, жонглировать с какими-то предметами, вещами, понимать, что он хочет, то есть ему постоянно предлагать. Это очень непросто. Это очень непросто. Когда ты не понимаешь ребенка, что у него болит, что он хочет, какие у него пожелания. Ну вот если мы вернемся к герою, маленькому герою нашей программы сегодняшней, к Егору, четырехлетнему, там тоже вот такая проблема. Мама рассказывала нам, встречались с этой семьей, семья замечательная, там еще трое детей в семье, и работает один папа. То есть, конечно, очень тяжело им. Очень тяжело. Да, и у малыша до года все было прекрасно, идеально, и родился он нормальным ребенком совершенно, и в годик он заболел, и после высокой температуры больницы, которую не могли сбить после ангины, у него вот начались вот эти проявления. Он как будто потух, говорит мама, у него пропал интерес, он перестал смотреть в глаза, он перестал откликаться на, реагировать на свое имя, он, ну, контакты, то, что вот вы сейчас рассказали, да, то есть не шел на контакт. То же самое было у нас, у нас практически было то же самое, да. Я извиняюсь, что перебила, единственное, что вот эти причины, понимаете, они до сих пор неизвестны, почему аутизм, да, происходит. То есть, да, к сожалению, научное сообщество до сих пор гадает, разводит руками, кто-то говорит, что это вакцины всему миру, кто что говорит, да, но мы не знаем, что это наверняка. Вообще это считается генетическое заболевание, но вот у меня какая ситуация, очень интересно получается. У нас в роду что с одной стороны, что с другой стороны нет ни одного человека с такими особенностями. Поэтому очень странно. Но есть момент, что у меня были крайне трудные роды. Я рожала практически двое суток, и ребенка замучили. Я его замучила, получается, ну, чисто физиологически, да, так получалось, и врачи замучили, и получилось, как получилось. И вроде как чисто физиологически, потому что мы после этого обязательно обследовались, мы ходили, проверяли, делали УЗИ, намеры в роддоме, да, родничок смотрели, как мозг формируется, все ли в порядке, нет никаких-то органических поражений в таком вот ключе, все ли нормально. Потому что, в принципе, роды были травматичны, поэтому мы начали этим заниматься, но про аутизм еще не было речи. Но вполне вероятно, что, я предполагаю, я предполагаю, конечно, не врач и не научный деятель, что в этом стрессе ребенок мог получить такую дозу кортизола, что это могло как-то повлиять в дальнейшем развитии. Потому что роды, это и так стресс, вообще роды называют, да, это изгнание из рая, это и так стресс. А когда они сложные, и мама испытывает стресс, ребенок чувствует то же самое. Это тоже может влиять, мы этого не знаем наверняка, но я предполагаю, что это тоже в совокупности могло бы влиять. Проблемы не изучены, да. Да, но, к сожалению, мы, конечно, можем копаться в проблемах как угодно, в причинах, разумеется, можно было бы соломку подстелить, но здесь сейчас, ну, понимаете, как, вот я, например, буду знать причину, ну, а толку? Мне надо сейчас думать о другом, да, мне надо думать, как лежит дальше. Не тратить ни силы, ни нервы, это правда. Вторая проблема, о которой тоже постоянно говорим и мы, и все, кто связан с этой темой, бывает, да, конечно, и родители, что диагноз не ставится сразу, это понятно, то где-то к трём годам, наверное, ставят, два-три года или позже. И о лечении надо начинать как можно скорее, то есть есть шансы, вот мы тоже, как Ирина Левичева, руководитель Центра аутизма, она тоже не раз нам говорила, что пусть приходят родители, даже если ещё не поставлен диагноз, потому что если есть уже какие-то признаки, надо начинать с ними работать. Абсолютно верно, абсолютно верно. Вы знаете, я расскажу немножко про свою историю, может быть, кого-то это, конечно, подтолкнёт на какие-то мысли, я с этим согласна. Вот смотрите, например, в Великобритании есть такой опыт. У них каждые практически три месяца после того, как родился ребёнок, приходит человек, который называется health visitor, то есть человек, который приходит, проверяет здоровье. То есть он интересуется ребёнком, он интересуется здоровьем в целом в семье, как себя чувствует мама, папа, психоэмоционально. Я рожала в Великобритании, поэтому я знаю, я проходила через этот опыт. Он меня очень спрашивал, у меня был такой очень милый мужчина, британец, как ты себя чувствуешь? То есть тут ещё вопрос вот этой вот послеродовой депрессии, что тоже маловажно, но это ладно. Потом у них 18 месяцев, когда ребёночку стукнет 18 месяцев, у них есть такое, как анкета, её нужно заполнять. Например, какие у него социальные проявления, вот это коммуникация, социализация, что он может, что он не может. То есть ты отмечаешь, они это потом анализируют, и в случае, если есть какие-то проблемы, то созывают там чуть ли не комиссию из педиатра, семейного врача и так далее, так далее, тех специалистов, которые необходимы. У нас в Латвии такого нет, заметьте. Как у нас происходит? Расскажите. У нас как происходит... Шок у родителей, куда им бежать, что делать? Ну вот я хотела как раз-таки рассказать про наш опыт. Мы заметили какие-то изменения в год. Слава богу, спасибо огромное моей маме. Она медик, она заметила, что что-то прям не так. Я тоже, на самом деле, замечала, но я себе врала, она оказалась. Нормально всё. Ну, перерастёт, всё будет хорошо. И тут очень опасный момент. Если вам кажется, это я вот сейчас обращаюсь прям к родителям, которые только-только родили, и там детки маленькие совсем, если вам кажется, идите лучше перепроверьте. Платно, бесплатно, неважно. Можно найти определённую сумму денег за одну консультацию и пойти сделать тот же самый АДЭС-тест и посмотреть, всё ли в порядке. Это нужно делать. И мы так и сделали. Поэтому у меня сыну поставили диагноз полтора года. Но мы сразу начали бить тревогу и просто бегать по всем специалистам. Мы начали с детского невролога. У нас была хорошая детская невролога, и она, скажем так, у неё были сомнения. Она говорит, давайте ещё посмотрим дальше. Что-то, что-то как-то он странно в глаза не смотрит. Нет указательного жеста, он не говорит. То есть нет речи, да, никаких вот этих зачатков речи. То есть у неё не было этих ни слогов, ничего. Он говорит, надо проверять дальше. Вот мы начали с детского невролога. И пошли как раз-таки после НАДЭС-теста, который выявляет расстройство артистического спектра, который проводит сертифицированный врач, психолог, если я не ошибаюсь. Нет, психиатр. А потом уже психиатр на основании этого теста делает диагноз, ставит диагноз. Но у нас это было очень быстро. Но понимаете, тут ещё какой момент. Мы не стояли в бесплатных очередях, потому что я боялась упустить время. И мы платили, в принципе, за все эти визиты. Это очень всё дорого в целом. По несколько месяцев, да? От полугода и больше даже надо ждать. Бесплатные очереди? Бесплатные очереди, да. От полугода до года. Но иногда бывает, что везёт. То есть вам могут... Там тоже работают милые люди. И спасибо им огромное за это. Они иногда делают как? Кто-то вдруг отписался. И они начинают с этой очереди созваниваться. И бывает, что ты можешь проскочить раньше. Такое тоже бывает. Но вообще в целом у нас есть проблемы огромные с очередями. Было очень забавно пронаблюдать такую вещь, что вот наш детский психиатр, который нас ведёт, она работает бесплатно в детской больнице, да? И она работает платно в частном кабинете. Получается, что заплатно я могу попасть раньше, а бесплатно мне нужно попасть. К тому же самому специалисту. К тому же специалисту. И получается так гадко, что у нас деньги всё решают. Вот так. Это, конечно, ужасно. Здорово повезло тем, у кого... Как я, да? Когда есть муж, да? Когда есть какая-то опора, поддержка в виде семьи. А если нет? И вот тут, когда я иногда об этом думаю, да? Как живут другие люди, и я не знаю, что бы я делала. Потому что, в принципе, работать я не могу. Почему? Потому что... Всё время нужно быть с ребёнком, конечно. Да, их не берут в садики простые. Специализированные сады все переполнены, или им не хватает специалистов. В школах, в принципе, точно такая же история. Со школами вообще интересно. Там нужен, в принципе, ассистент. Да, таким детям нужен ассистент. Ассистента дают только с пяти лет. Ну, то есть ребёнку стукает пять лет, и тогда ему дают ассистента. Хотя и с этим не так всё просто. Почему? Потому что ассистентов очень мало. Их всех разобрали, и ассистентами становятся сами родители. Понимаете? И почему мало ассистентов? Потому что они платят нормально. Буквально гроши. На эти деньги можно купить просто сухой паёк, и всё. И улыбнуться, да, и поблагодарить. Мы хотим напомнить, что семья, историю которой мы рассказываем на этой неделе, и подробная история опубликована на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Мы просим помощи для четырёхлетнего Егора Лукьянского. Мама просит помощи на оплату вот этого курса ABA-терапии, потому что самим им никак не выкрутиться, а это нужно, иначе у ребёнка будет регресс, откат. То есть первый курс они оплатили сами, и в семье ещё двое детей. Вот смотрите, первоклассник, да, то есть представьте ситуацию, да, картина. Вот у нас локдауны эти периодически. Первоклассник, дочка 12-летняя и четырёхлетний малыш, которому нужны постоянные занятия. И мама, конечно, не может работать. Там работает один папа, причём он устроился на ночные смены, потому что там больше платят. У него четыре выходных в месяц. И вот он с 7 вечера до 7 утра работает, потом днём отсыпается и опять уходит на работу. То есть это, конечно, вообще ненормальная ситуация. Это ад. На самом деле это ад. Вы знаете, у меня вообще ситуация такая, что у меня муж уже больше 10 лет живёт в Великобритании, поэтому мы периодически мотаемся туда-сюда в гости. Но я к чему? Что большую часть времени я нахожусь в Риге, и, соответственно, у нас занятия тоже в Риге, та же самая аботерапия. Папа у нас в Англии работает. Соответственно, я одна. И вот какое-то это время, большую часть этого времени, я иногда себя чувствую, как мать-одиночка, да простит меня мой муж. Но мне это приходится переживать. И получается как? Всё на мне. Поддержки как? Поддержка дигитальная по телефону, онлайн, хотя бы так. Но, вот представьте, у меня машины нет. Мне ребёнка нужно, дабы, терапии довезти, увезти и так далее, и так далее. Это занимает практически целый день. Какая работа? Вот если мать-одиночка, как она может работать? Ну, ребёнок ещё и не останется ни с кем, особенно-то. Вот садик, даже если есть садик, то он и в садик там водят на какое-то время короткое. Плюс, понимаете, ещё важно понимать, мы сталкивались с разными семьями, в которых такие дети. Есть дети, которых просто невозможно оставить на минуту без присмотра, потому что у них какая-то своя встроенная внутренняя программа. Он может, для него, например, нормально, если вот он захочет сейчас взять, например, настольную лампу, ему очень нужно открыть окно и выбросить её вниз, да? Да, такое тоже может быть. Да, взять, налить в кастрюлю воды и вылить её на диван. То есть это его какая-то внутренняя логика, в которой мы ничего не понимаем. Были убежать куда-то. Да, и была у нас история, когда бабушка вынуждена была ребёнка водить на поводочке, потому что она не могла с ним гулять, потому что он убегал, а потом с полицией его искали. То есть это действительно очень… У нас есть семьи, где оба ребёнка, по два ребёнка, и оба с расстройствами аутического спектра. Вот это, конечно. И у них разные. И у них совершенно разные проявления. Очень разные. Да. Это очень сложно. Это очень сложно, поэтому… Как-то поднимать надо эту проблему. Говорить, что нам нужна поддержка. Это ненормально. То есть я в какой-то момент в этом пожила, понимаете, и улетела, да, у меня есть муж. А кто-то живёт в этом аду просто постоянно. Это очень тяжело. Нехватка денег, нехватка поддержки. Психологически очень тяжело. То есть ты, в принципе, когда твоему ребёнку ставят диагноз, эти переживания, они как… Это горе. Это огромное горе. То есть это как маленькая смерть, я не побоюсь. Ну, урок, но умер. То есть ты переживаешь такие же ощущения, ты переживаешь такие же ощущения, только этот человек жив, и ты его видишь, и там столько мыслей. У меня сейчас мысли о том, как его на ноги поставить, а как же мой матюша будет жить тогда, когда меня не станет. И об этом думают, в принципе, все родители. Потому что тоже какая-то социальная поддержка… Понимаете, как у нас получается? У нас очень много что написано. У нас очень много что написано в Конституции, в других каких-то нормативных актах. Всё прописано, но по факту мало что происходит. И когда ты обращаешься, ещё тоже заметила такую ерунду, когда ты обращаешься в одну какую-то институцию, там, министерство или ещё какая-то, да, волстерство, они постоянно играют в пинг-понг. То есть никто ни за что не хочет отвечать. И получается, ну, мы вообще в тупике, мы тогда не знаем, к кому обращаться, потому что каждый пинает друг от друга. И получается, что ещё во всей этой ситуации сложно. И так надо, конечно, на себя только надеяться. Но ты вообще, вообще без поддержки, без помощи ничего не понимаешь. И плюс у тебя ребёнок беспомощный, которого ты, безусловно, любишь, потому что абсолютно все мамы говорят, что эти дети, с ними вместе приходит столько любви, и они открывают в тебе какие-то невероятные черты внутренние. Это так. Мы хотим напомнить, что программа наша сегодня посвящена четырёхлетнему Егору, чтобы помочь ему пройти годовой курс аботерапии. Это на целый год, 4200 евро стоит этот годовой курс в случае Егора. И год, который он занимался уже перед этим, то, что родители смогли сами собрать и оплатить, ему очень сильно помог. Вот, как рассказала нам его мама Светлана, он начал говорить слова какие-то отдельные. Он стал немножко более усидчивым, он уже может немножко посидеть там, что-то порисовать и посмотреть какой-то мультфильм. Там у него любимый «Синий трактор», этот мультфильм. Он там сидит и смотрит какое-то время. Он стал пальчиком что-то иногда показывать на какие-то предметы. Вот как говорить и не показывать жестов. Очень радуюсь, очень радуюсь. У нас тоже такой был прогресс. Поэтому если заниматься интенсивно, а интенсив нужен, и это нужно практически каждый день, будут результаты. Поэтому поддержите, пожалуйста. Держите, пожалуйста, маленького человечка с особенным внутренним миром, и всё будет замечательно, всё получится. С глубоким внутренним миром. Как правило, у маленьких аутистов они вот растут, и у них какая-то действительно своя там глубина есть. И они талантливые. Они очень талантливые дети. Очень многие, да. 9-3-0-6-3. Из плюсов? Хочу напомнить телефон. 9-3-0-6-3-8-4. В семье работает один папа, там трое детей, и квартиру они снимают. То есть там полный комплект, да. То есть обязательно очень нужна помощь, чтобы немножечко исправить судьбу, может быть, этого маленького человека. Ещё такой психологический момент. Вот представляете, мама, она знает, что это нужно, что это помогает, что нельзя делать перерывы. И вот сегодня они собрали деньги, чтобы оплатить это занятие, да. А она понимает, что следующее и через следующее. Вот просто у них вот в этом месяце нет, не будет этих денег. И когда собираются, вот мы просим помощи, и собираются деньги на целый проект, на целый год. Представляете, у мамы какая гора с плеч падает. Она понимает, что всё оплачено, и она может как вообще, вот как солдатик, как часы, как на работу ходить, и не думать, где ей вот наскрестили, одолжить эти деньги на оплату терапии ребёнка. А также она смотрит на, вот конкретно наша мама смотрит на своих двоих детей ещё, одному из которых 7 лет, и 12-летняя девочка, да, которым она вынуждена отказывать. На них просто не хватает денег. Отказывать во внимание, да. Не хватает денег и средств. А детям же всё надо. Знаете, я хотела бы от себя посоветовать одну вещь. Я тоже не из обеспеченной семьи, да. Мы барахтаемся, крутимся как можем, да. Огромное спасибо моему мужу, конечно, на нём основная масса вот всех вот этих финансовых затрат. Я тоже стараюсь не сидеть на месте, и в работу сейчас удалённо, и, слава богу, есть такая возможность, ищите возможность удалённой работы, переучиваетесь как-то, надо развиваться, что-то менять. Это единственная возможность. Но по поводу АБА-терапии, то есть не всегда есть возможность, например, оплатить терапию и пойти очно заниматься. Есть онлайн-курсы для родителей на АБА-терапию. Руководитель этих курсов, её зовут Юлия Эрц. Я прошла один такой модуль для родителей, и я занимаюсь, поддерживаюсь. Вот мы сейчас активно не ходим, да, например, на АБА-терапию. У нас сейчас перерыв. Я занимаюсь с ним дома. То есть я этому обучилась, и я поддерживаю эту терапию. Может быть, не настолько глубоко, как специалист, но сама дома. То есть есть такая возможность. Это не очень дорого. Можно на это отложить денежку, накопить и пройти. И это будет, ну, про запас, вдруг, если что. Да, 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 да. И это, кстати, очень-очень неплохо получается. Я советую, действительно. Таня, ещё так спасибо за информацию. Важный вопрос. Вот в апреле вы, в том числе, очень активно занимались этой инициативой, когда на портале Manobals.lv был открыт проект, и собирали подписи, чтобы государство ввело оплачиваемые услуги для реабилитации детей с аутизмом. Расскажите, как шёл сбор подписей, кто вас поддерживал, как реагировали, и что с этой инициативой сейчас? Да, конечно. Ну, хотела бы отметить, что сбор подписей был инициирован не мной, а главой Бернерс Лимитис фон Целлина Дамбиня. Я просто это всё подхватила и думала, что надо это продвигать всё активно дальше. После того, как инициативу начали продвигать по моей просьбе, по просьбе других людей, и медийные лица, то пошёл более активный сбор подписей. Всех известных людей я не вспомню, но среди них были и актёры, и политики, и известные журналисты, и радиоведущие, и ваши же коллеги. Вы, по-моему, вы сами. За что огромное-огромное спасибо. Инициатива попала в 7 в конце апреля. Насколько известно, в мае комиссия ответственно проголосовала за то, чтобы этот вопрос был рассмотрен далее. Но пока что на данный момент у нас какой месяц на дворе? Ноябрь? Новостей нет. То есть ничего не продвинулось? Пока ещё нет, но вы знаете, я считаю, что в этой ситуации надо менять немножко своё отношение. Не надо сидеть и ждать. Позвоните всем, напишите туда, поинтересуйтесь, напишите пост. Надо создавать общественный какой-то резонанс. К сожалению, в нашем государстве работает всё только именно так. К большому сожалению. Отстаивать точно так же свои права. Знаете, я хочу вам рассказать одну историю. И этим самым, возможно, поддержать других родителей, чтобы они не боялись. Мне недавно, то есть моему ребёнку 3 года, в полтора года ему поставили диагноз. То есть какое-то время мы получали пособие. Пособие по инвалидности и пособие по особенному уходу. То есть таким детям нужен ещё особый уход. И буквально, наверное, около года мне оплачивали это пособие. И потом внезапно отказали. И сказали, что, ну, у вас же муж работает в Великобритании. И поэтому нам ничего не полагается. Но самое интересное заключается в том, что правовое поле, фактически у нас никакие обстоятельства не поменялись. То есть ВСА почему-то решила просто взять и разобраться, всё ли там в порядке. Не взяли ли мы какое-то пособие в Великобритании. Муж там работает. То есть не предупреди. Просто я к чему. Есть ли такое, что, например, родители разошлись, но ещё не развелись. И государство, например, кажется, ну, а что, там всё в порядке? Муж, если что там оплачивает. Понимаете, я к чему? Что есть матери-одиночки, которые ещё в браке. И они рассчитывают только на себя. Отец ещё, даже будучи в браке с этой супругой, с этой мамой, он может не помогать материально. Получается так. Женщина получает это пособие. Это единственный, допустим, её доход. Да, после там расхода. Есть такие ситуации, реально. Вот этих 400 с копейками евро. И взяли, допустим, не предупредив, просто отключили. Но это нормально. Самое интересное то, что мне потом вернули это пособие. То есть я, естественно, сделала прошение о том, чтобы отменили бы это решение, потому что оно абсолютно не имеет под собой никаких законных оснований. И мне, конечно, деньги вернули. Но мне вернули деньги почему-то по таким странным предлогам, потому что я работать начала. А если бы я не работала? Понимаете, очень странно всё получается. Но я к тому, что если вдруг с вами такая ситуация происходит, пожалуйста, не бойтесь оспаривать. Если вам нужна какая-то юридическая помощь, консультация тоже, надо говорить, надо говорить обязательно. То есть есть люди, которые могут помочь и бесплатно проконсультировать, помочь. То есть стучаться во все двери нужно, и где-то получишь ответ. Таня, большое вам спасибо за то, что вы делаете, потому что мы помним ваши публикации в недавнего времени. И то, что приходили люди и писали, спасибо вам за то, что вы это написали, спасибо за откровенность, спасибо за бесстрашие, вот всё это рассказать. Это тяжело, мы понимаем прекрасно. Но это важно, наверное, даже не только родителям таких деток с расстройствами аутического аспекта. Это вообще всем важно, потому что, ну, как сказать, от градуса милосердия в обществе и понимания этих проблем зависит жизнь каждого из нас, по большому счёту. Так что вот вы правильно совершенно говорите. Спасибо большое. Надо делать. Я, к сожалению, не успела рассказать, потому что я готовилась к передаче, я общалась с такими же мамочками, как и я, мы обсуждали все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. К сожалению, не успела, и, наверное, не успею рассказать, что бы конкретно мы хотели, но я призываю объединяться и писать во все инстанции, стучать во все двери, создавать какие-то свои организации и просто что-то делать, а не сидеть и ждать. Не надо никого ждать. Надо просто просто делать. Ну вот сейчас очень важно, чтобы Семь всё-таки рассмотрел эту инициативу и чтобы там было выделено какое-то финансирование, хотя никаких пока ни информации, ни гарантий нет. И в этом смысле, например, в последние несколько дней вот мне попадались в социальных сетях вот бедные обиженные мамочки пишут, что если мы посмотрим, сколько денег бухается на какие-то арт-объекты, да, как в данном случае, вот сейчас недавно у нас, значит, айсберг был запущен, да, и сравним это с нуждами какой-то конкретной семьи, просто вот мы сравним расходы и бюджеты, да, то, о чём просят. Это касается и общества с онкологическими заболеваниями, вот мы тоже об этом говорили, да, что как-то с точки зрения обыкновенного простого человека есть какие-то вещи, ну, которые трудно. В голове не укладываются. В голове не укладываются. Очень не укладываются. Ну, я представляю, как смотрят люди, которым необходима поддержка на этот айсберг, который плавает долго, и, по-моему, уже не плавает, да, когда они переезжают через мост, ну, как-то... Ну, даже если это на евро деньги, ну, почему нельзя сделать всё как-то... На евро деньги, да, например, пустить на центр для детей-аутистов в данном конкретном случае. Ну, вы знаете, я хочу сказать ещё и подчеркнуть, что вот эта вся беда с РАС, да, именно с расстройством аутистического спектра, касается абсолютно других диагнозов, например, там, синдром Рета и так далее. То есть нам всем нужна поддержка. Начните хотя бы с информирования населения о том, что это такое. Если у врачей есть какие-то подозрения, ну, сделайте вы буклетики, где есть какая-то основная информация, законы, что полагается, какие права, какие возможности по самоуправлению, какие государственные, может быть, там, услуги предоставляются и так далее. А самое лучшее, что я вижу, это какая-то дигитальная платформа, тот же самый веб-сайт, который периодически актуализируется информацией, где есть тоже всё, ну, всё то же самое, законы и возможности и так далее, да. Но, опять-таки, сейчас никто это не будет делать, потому что, ну, вообще, в целом система прогнившая, да, у нас всего не хватает, у нас не хватает специалистов, специалисты даже есть те, которые есть, они не хотят идти обучаться за свой счёт, никто не доплачивает, да, за трудных детей и сложных детей и с особенностями и так далее. Это вообще с детьми сложно, да, с такими особенными вдвойне сложнее. У нас никто достойно не оплачивает эту работу. В этом тоже заключается проблема, что и у специалистов не хватает мотивации. Поэтому, когда мне очень многие мамы говорят, ну, как, ну, вот они же должны заниматься. Я не совсем соглашусь, они тоже люди, не хватает мотивации. Они тоже устают, они выгорают очень сильно. Это же, ну, это адский труд. Вообще, с детьми работать очень сложно, а с таким ребёнком вдвойне сложнее, потому что ты постоянно должен каждый день подбирать под него ключик. Это очень сложно. И это должно достойно оплачиваться, как и в работе врачей и так далее. Но у нас этого не делается. Совершенно верно. Вот вы так сейчас всколыхнули все эти проблемы, и у нас программа уже заканчивается. Ну, кажется, что нам надо продолжить будет эту тему обязательно, потому что есть ещё что сказать, и есть что обсудить. И можно подключить и других родителей, и специалистов, в том числе, которым тоже есть что сказать. А у нас сейчас буквально две минуты осталось. Мы хотим поблагодарить наших радиослушателей и всех читателей, и всех коллег наших из латвийских СМИ, которые поддержали на прошлой неделе 18-летнюю девочку Занны, Занны из Сигулды, у которой нужна очень серьёзная операция в клинике Штутгарта, операция на гортане, чтобы она могла говорить и дышать. Её надо делать очень срочно. И вы знаете, сколько мы собрали с вами? 49 290 евро. За две недели. За две недели. На 8 тысяч даже больше, чем было нужно, но эти 8 тысяч, они пойдут на реабилитацию Занны, там все плачут просто от счастья и благодарности. И мы тоже благодарим всех и каждого, за каждый маленький звонок, за каждый евро перечисленный, за добрые мысли, которые вы посылали в адрес этой девочки. И было принято больше 10 тысяч звонков. Вот всё, что самое главное, что есть в нашей стране, это просто замечательные, потрясающие люди. И одна из таких людей вот у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Это Таня Татьяна Даукшина. Спасибо вам, что вы согласились говорить. И вот продолжим обязательно, да, договорились? Спасибо большое, спасибо огромное. Если можно, буквально пару слов. Я хочу сказать, что когда мы чего-то хотим, мы можем. Люди, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо тем, кто поддерживает. Это очень важно. И аутизм – это не приговор, но это может ворваться абсолютно в каждый дом. Вы должны об этом помнить. Каждый с этим может столкнуться. Поэтому давайте об этом думать вместе. Спасибо большое. Всем любви. И напомним, что по четвергам в газете «Сегодня» выходит рубрика «Зеленая лампа» с публикацией, с фотографиями, с подробной историей семьи. Ну и мы не сказали, да, что на сайте MixNews.lv тоже есть подробная история мальчика Егора на этой неделе с фотографиями и со счетом помощи, который открыт в благотворительном фонде Be Open. Мы с ними сотрудничаем. И никакие проценты не удерживаются с этого счета? Нет, не берутся никакие. Полностью все деньги идут именно на этого малыша. Каждую неделю на конкретного героя. Телефон 9300-6384. Он работает всю неделю до 23 ноября для 4-летнего Егора. И напоминаем, что в гостях у нас сегодня была Татьяна Даугсте, мама мальчика с расстройством аутического спектра, которая нам откровенно и очень горячо рассказала, вот, закончилась у нас уже трансляция, а рассказала немножко совсем об этих проблемах. Мы продолжим эту тему обязательно. Спасибо всем. До следующей недели. Мир не изменится, если мы не начнем.